Итак, друзья, мини-компьютер ASPC. Нижнюю часть я снял. В чем, собственно, проблема? С чем я хочу бороться? Бороться я хочу с тем, что он даже в простое постоянно включает у меня охлаждение. Охлаждение тут активное, и когда он ничего не делает, все равно он гудит. Вот мне интересно посмотреть, почему. Для этого, я думаю, что нам придется его немножко разобрать. Говорят, что там очень прям жесткая какая-то резиновая прослойка, смысла от которой практически нет. Так, сможем ли мы открутить моей отверткой? Да, сможем. Убираем все ненужное из разъемов. Получится ли что-то сделать или нет, друзья, я не знаю. Это скорее эксперимент. На англоязычном сайте я увидел, что один человек пофоткал внутренности и вставил в свой видеообзор вот такие вот пофотканные. Есть. Есть. Три. Может, не докрутил. Или не надо его откручивать. Ага. Вот так вот выглядит внутренности у нас. Что же мы тут видим? У нас небольшой кулер. Все распаяно на плату. Ничего не увеличить. Ничего не уменьшить. Так. И, собственно, надо снимать сам кулер. Я действительно вижу огромные просто резиновые прокладки. Как с этим бороться не очень понятно вот так резко. Кулер, кстати, прикольный. Очень здорово, что есть активное охлаждение. Это они огромные. Молодцы. Так. Ну, я вижу только два. Вот эти вряд ли же будут держать, да, у нас? А, нет, три. Вон еще один сбоку. Так. Хорошо прикручено. Так. Винтики ложим все отдельно, чтобы потом могли их собрать. Так. Немножечко наклонил камеру, чтобы удобно было смотреть. Там мне неудобно далеко отклонять ее, а вам неудобно заглядывать. Так. Ну, вроде бы все. По идее, кулер должен сняться. Такое ощущение, что держит еще один винт где-то. Но я не вижу где. Раз, два, три. Три винтика. Больше нету. Ух ты. Не, ничего не держит. Так. Убираем. Смотрим, как это выглядит в этот раз. Так. Клейкие прокладки. Ах ты. Такая полу, знаете, как будто термопаста. И она уже приклеилась к процессору. Так. Что же мы можем сделать? Если, если, если мы без вот этих вот наклеек, прослоек уберем, будет слишком большой просвет. Нельзя. Должно быть что-то. Должен быть какой-то отвод. И примерную ширину мы знаем. Что-нибудь металлическое. Сейчас подумаем. Естественно, самый лучший вариант, друзья, найти пластиночку. Но если пластинки нет, придется какими-то своими способами извращаться. Пластиночки у меня никакой нет. Единственное, что я нашел, друзья, это 1 рубль 2005 года. Чем-то хорошо. До 2009 года это был медно-никелевый сплав. То есть, короче, это самое лучшее, что может быть. Конечно же, MX-4 знатоки оценят. Так. Давайте попробуем. По-хорошему, найти лучше действительно что-то нормальное. какую-нибудь медную, лучше всего пластинку, но у меня ее просто нет. Поэтому... Так тоже неправильно делать, но у нас тут все неправильно. неровная поверхность. Поэтому неправильно она неправильно дает результат лучше. Так. Сейчас. Ну, смысла вот этой хрени практически нет. Поэтому мы ее оставим. И... Второй вариант. С этой стороны... Закрыл. Такая вот. Вот так вот все неправильно, друзья. Естественно, знатоки сейчас меня зафукают. Че ты делаешь? Остановись, безумец! Ха-ха-ха-ха-ха. Но... Но когда аппарат перегревается на пустом месте, это не есть хорошо. И мы решаем вопрос доступными методами. Естественно, я почекаю. Если найду пластинку, поставлю ее. Пока что у нас вот такой быстрый вариант. Ну, как говорится, временная. Гораздо более постоянная, чем постоянная. А я на нем хочу еще поиграть. Это мини-ПК. Примагнетится сильно. И, собственно, сейчас попробуем, как оно... После нашей доработки. Доработка, друзья, конечно. Из подручных средств. Ну, все это теперь собираем. На этом все спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки. Напишите, что вы думаете. Возможно, вы придумаете какие-то более подручные способы, которые может найти каждый человек у себя дома, чтобы вот улучшить теплоотвод. Например, на ТВ-боксе. Ширина пластинки примерно... Ну, где-то миллиметра два. Полтора-два. Вот монета нормально стала, по-моему. Конечно, не стоит монету. Но, если сильно ничего не делать, она тем более нормально держится, закрепилась там. Должно быть все хорошо. Попробуем, узнаем. Спасибо всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok